Потенциальным донором костного мозга теперь можно стать по почте. Хабаровский край присоединился к всероссийской акции, цель которой – расширить базу данных доноров и тем самым увеличить шансы на спасение чьей-то жизни. Со всеми подробностями Ирина Забродина. В письме, которое получила Офелия Гасанова, анкета о состоянии здоровья, специальные палочки для взятия биоматериала и договор о вступлении в регистр доноров костного мозга. Недавно Офелия стала донором крови. Потом решила узнать, может ли еще что-то сделать для тех, кто нуждается в помощи молодых и здоровых. Оказалось, может. Сильно поразил факт, что в случае, когда человеку действительно нужна пересадка костного мозга, как правило, это тяжело онкологически больные, шанс найти подходящего человека с подходящим генотипом – один к десяти тысячам. В России ежегодно в пересадке костного мозга нуждается более пяти тысяч человек. Но в итоге даже половине из них не удается найти донора. Требуется более расширенная база. Раньше, чтобы попасть в нее, нужно было сдавать кровь. Сейчас все гораздо проще. На сайте Национального регистра доноров костного мозга оставляется заявка. После чего приходит письмо со специальным конвертом для сбора биоматериала. Его примут в ближайшем почтовом отделении. Бесплатно. Почта России является партнером Национального регистра доноров костного мозга и РУСФОНДА. Раньше для того, чтобы стать донором костного мозга, нужно пройти сложные процедуры. И не во всех населенных пунктах есть лаборатории, где можно было бы пройти анализ. Специальный конверт-контейнер с биоматериалом уйдет в лабораторию, где специалисты проведут исследование образца и занесут данные в регистр. Вступить в ряды доноров, чтобы спасти чью-то жизнь, сейчас призывают по всей России. Одними из первых записались звезды футбола. В Хабаровске это тоже не первая заявка. Было уже 11 отправлений, у Афелия было 12. Она идет в Казань, идти будет порядка 3-4 дней. Костный мозг – это ткань, находится в костях, тазовых, ребрах, грудине, похожа на губку, производит стволовые клетки, которые могут стать любыми клетками крови и заменить погибшие. И вопреки расхожему мнению, которое зачастую отпугивает доноров, забирают ткань не из позвоночника. Есть два способа. Один из них – через вену донора. Клетки, которые забрали, восстанавливаются довольно быстро. Уже через три месяца можно опять становиться донором.